Трое мужчин и одна женщина предстанут перед судом в Чувашии. Завершено расследование по делу пропавшей и убитой прошлым летом Чебоксарки. Наталья Устокишиева пропала в июле прошлого года. Последний раз ее видел сын, которому она приезжала в лагерь вместе с незнакомым мужчиной. Больше о ней никто ничего не слышал. Правоохранительные органы установили, что к исчезновению Натальи Устокишиевой причастны трое мужчин и одна женщина. Одного из подозреваемых, 30-летнего мужчину, задержали в Татарстане, остальных на территории Пермского края. 15 июля женщина на своем автомобиле приезжала к сыну в детский лагерь с незнакомым ему мужчиной. После того, как она уехала, сын продолжил отправлять ей сообщения и заметил, что приходившие ответы не были похожи на то, как писала мать. Тогда мальчик по СМС спросил, как зовут бабушку, после чего понял, что отвечает ему уже не мама. После этого родственники женщины обратились в полицию. В ходе следствия выяснилось, что от имени погибшей на сообщение отвечал тот самый мужчина. Им оказался 32-летний житель Пермского края. При цели хищения ее имущества он предложил 27-летнему знакомому совершить в отношении нее разбойные нападения и убийства, на что тот согласился. 20 июля прошлого года под предлогом очистки автомобиля, потерпевшей от загрязнений битумом, эти двое злоумышленников вместе с потерпевшей приехали в безлюдное место в один из гаражных кооперативов, где задушили ее. Затем обвиняемые похитили у нее золотые украшения, сотовый телефон и ключи от ее квартиры, откуда они также похитили ювелирные изделия, денежные средства и другое имущество, а также банковские карты и пин-коды к ним. После этого они заложили похищенные ювелирные изделия в ломбард. В ночь на 21 июля злоумышленники закопали тело убитой в лесопосадке недалеко от микрорайона по улице Гладкова в городе Чебоксары. 32-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, а также их 27-летний сообщник, были задержаны в фильме при покупке автомобиля, на котором они планировали выезжать в Казахстан. Автомобиль, принадлежащий убитой, был обнаружен на авторынке в городе Советской Кировской области. За то время его уже успели перепродать в три раза. Потерпевшими по уголовному делу признаны 11 человек, еще более ста допрошены в качестве свидетелей. Следователям собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу.